самая известная поговорка про связь она как воздух когда есть не замечают когда нет задыхаются и действительно если у вас в доме когда-нибудь выходил из строя роутер то есть пропадал интернет что вы делали наверное лихорадочно начинали искать мастера чтобы пришел и починил но тут же сталкивались с тем что мастера этого надо искать в интернете патовая ситуация что там если вы просто собственным телефоном оказываетесь в зоне где нет связи но это как будто бы время останавливается хотя казалось бы что поменялось просто связи нет но как там еще в одной присказки говорится пускай дожди и грязь пускай палящий зной должна работать связь закон такой эта программа вместе с наукой и сегодня мы поговорим про то как устроена современная связь что такое спутниковый интернет где его можно уже сейчас поймать в нашей стране какая у него скорость и сколько он стоит что из себя представляет оптоволоконная связь почему металлические провода это действительно уже прошлый век ну и самое близкое любому человеку как функционирует сотовая связь то чем мы пользуемся каждый день и скорее всего ничего про принцип работы этой сети не знает вообще что там спят жить опасно она или нет и когда стоит начинать опасаться прихода 6 джей спойлер очень скоро злободневный вопрос почему у нас в россии где-то есть связь а где-то ее нет ну вот живешь ты не в городе а в сельской местности сибирской деревне или на севере и нет у тебя интернета нет связи никакой что делать ну наверное прозвучит смешно но делать практически ничего и не надо потому что связь у тебя есть везде в любой точке россии где бы вы ни находились там есть связь широкополосный интернет пожалуйста с максимальной скоростью до 100 мегабит в секунду так теперь я чувствую что уже достаточно набросала клик бейта и давайте по порядку разбираться в том насколько все ранее сказано насчет наличие связи везде в россии справедливо речь разумеется идет про спутниковый интернет мы сейчас находимся на одном из подмосковных хабов по управлению телекоммуникационными аппаратами на орбите теперь как это все устроено вот карта она называется зоной покрытия только у этой компании четыре собственных спутника связи они работают в разных диапазонах и на разные участки земли вот например зона покрытия последнего запущенного спутника необычно выглядят это связано с устройством транспондеров это его передатчики а теперь что это значит для простого потребителя значит буквально следующее спутниковая интернет связь есть везде даже в самых удаленных уголках страны на камчатке и на курилах в таймырском заливе и где-нибудь посередине озера байкал а чтобы она была конкретно у вас вам нужно сделать несколько вещей очень простых во-первых купить комплект для спутниковой связи вот такую параболическую антенну в простонародье спутниковую тарелку но в отличие от привычной нам телевизионной спутниковой с помощью которой можно только принимать радиосигнал это антенна способные передавать его в космос а дальше все просто значит во первых выбрали антенну во вторых подключили тарифный план и добро пожаловать в интернет все то же самое как сотовой связью нужен аппарат и провайдер дальше немного цифр чтобы было еще понятнее нет такого спутника который бы покрывал всю территорию нашей страны это физически невозможно территория очень большая значит на разные зоны покрытия работают разные космические аппараты дальше они обеспечивают не одинаковое качество сигнала где-то до 20 мегабит в секунду где-то до 100 мегабит в секунду стоимость тоже разные от 11 копеек за 1 мегабайт до 33 копеек за мегабайт кто пользуется спутниковым интернетом обычно все те у кого нет интернета по проводу или кто не хочет довольствоваться только сотовой связью удаленные населенные пункты причем часто это не один человек а организация допустим почта администрация отделение полиции еще часто организуют такой вариант покупают тарелку на все село или всю деревню а сигнал потом раздают по вай фай провода далеко не везде есть в россии матушки такие регионы где даже в силу климатических условий провода невозможно проложить они просто там поломаются от морозов до плавучих грунтов они всплывут наверх а потом замерзнут и связи не будет поэтому там не целесообразно прокладывать провода и в россии всегда будут такие места где не будут проводов еще один важный момент о ракетах-носителях и космических кораблях те что возят космонавтов и грузы принято говорить в комплементарном духе а спутники как-то обделены вниманием и совершенно зря вот они-то как раз и выполняют каждый день огромный объем работы результатами которой мы ежесекундно пользуемся вот прямо начиная от сигналов глонас gps из которых мгновенно обрушится вся навигация продолжая метеоскутниками без которых в разы хуже станут прогнозы погоды авиасообщения морские перевозки и заканчивая телекоммуникационными геостационарами без которых ступор испытает уже весь интернет а вместе с ним банковские платежи да и вообще мировая экономика которая уже очень сильно зависит от мгновенного обмена данными причем все спутники спутники связи это одноразовый продукт если с ним что-то случается починить не удастся ремонтную бригаду к ним туда не направишь так что их делают очень мощными и очень надежными с многократным дублированием разных систем с ними ежесуточно выходят на связь вот например из таких мини аналогов супов здесь корректируют орбиты и позиционирование спутников там отклонение не может превышать долей миллиметров по трем осям и даже обновляют прошивку да у спутников все как у наших гаджетов тоже происходит апгрейд операционной системы и несмотря на все это век телекоммуникационных аппаратов не такой уж и долгий всего-навсего 15 но максимум 20 лет а после системы деградируют космическое излучение износ температурные колебания вот все это негативно сказывается спутники выходят из строя и надо запускать новые аппараты и они будут запускаться потому что никогда не настанет момент когда вся земля будет опоясана оптоволоконными кабелями и всегда будет сохраняться это разделение связь по проводу и связь по спутнику если очень грубо то передача данных на большие расстояния может происходить с помощью различных антенн и с помощью различных кабелей эти два способа вполне гармонично существует современном мире и любой человек просто зайдя домой или в кафе подключившись к вайфаю задействует сразу обе эти системы от телефона или от ноутбука до роутера сигнал идет как бы по воздуху а дальше по кабелю но и в обратную сторону также мы принимаем данные на наши гаджеты среди многообразия кабелей можно конечно запутаться но конструктивно и по способу передачи информации их можно разделить на две большие группы кабели металлические и кабели оптические если вы делали у себя дома ремонт то наверняка с этим сталкивались какой кабель для интернета прокладывать внутри квартиры приезжайте на рынок подходите к этим огромным разноцветным маткам и там неожиданно все упирается в довольно простой выбор вам предлагают купить медный или оптоволоконный кабель этот выбор и есть практически вся индустрия современной передачи данных по проводам металлические кабели связи это классика но уже устаревшая технология сейчас данные все больше и больше передают по оптоволокну вот о том что это такое это оптоволокно как оно делается и почему считается современным и перспективным я сейчас и расскажу оптоволокно или оптическое волокно это нить из прозрачного материала стекла или пластика но вообще конечно для передачи данных используют в основном стекло внешне покрытый полимерной защитной пленкой оптоволоконный кабель ну как-то сильно не отличается от традиционного медного тут все отличие конечно внутри а внутри у оптического волокна вот это очень чистое стекло но конечно это всего лишь заготовка для будущего кабеля на слишком толстой из нее просто не сделаешь гибкий провод но в принципе вы сейчас видите основу основ теперь как изготавливается оптоволоконный кабель мы сейчас находимся не на промышленном производстве это институт и здесь все можно увидеть очень наглядно и так изначально любой оптоволоконный кабель это стеклянная полая трубка ее закрепляют вот в таком станке напоминающим токарной снаружи работает печь она разогревается до нескольких тысяч градусов и вот так вот как челнок все время двигается вдоль стеклянной трубки а внутрь нее внутрь этой трубки все время подается газы кислород и в нем пары древняя германия фосфора зачем это происходит и что получается в результате проще всего показать с помощью графики фактически это нанесение газов внутри трубки сделано чтобы в дальнейшем у волокна возникло два слоя стекла с разным коэффициентом отражения световой сигнал будет идти и отражаться от стенок внутреннего слоя примерно три-четыре часа продолжается весь процесс постепенно стеклянная трубка под действием температуры сжимается и превращается вот в такой стеклянный стержень если посмотреть на белом фоне то видна его сердцевина с другим коэффициентом преломления света дальше из толстой стеклянной заготовки надо получить тонкий световод технология изготовления оптоволокна конечно удивительно своей наглядностью и простотой полученную ранее стеклянную заготовку помещают вот сюда на самый верх такой башни здесь находится еще одна печь стекло в ней плавится и просачивается вниз тонкой струйкой это и есть оптическое волокно но грубо говоря это стократно вытянутая в длину стеклянная заготовка структурно она не меняется там по-прежнему внутри отражающая оболочка и света ведущая сердцевина кстати вот из такой вот заготовки можно получить один километр волокна а вот из такой с ней достану вот из такой заготовки 100 километров волокна во время производства контролируется толщина волокна разумеется следят чтобы не было обрыва и еще покрывают волокно защитной полимерной пленочкой поскольку толщина стеклянной нити очень небольшая она эта нить не ломается если ее согнуть на самом деле нельзя сказать что на этом все изготовление кабеля закончено нет даже после покрытия защитной оболочкой он еще не приобретает все свои свойства так что получается это тоже заготовка будущего кабеля но основа основ вы увидели дальше покажу превращение этой основы законченный продукт если передача данных то наверное оптические кабели это все-таки безальтернативный вариант здесь уже так сказать большие объемы информации тем более что он настоящее время скорости с каждым годом повышаются то есть допустим если раньше 100 мегабит в секунду это всех устраивало сейчас уже говорят один гигабит мы сейчас на другом производстве и здесь уже занимаются созданием оптоволоконных кабелей а не самих стеклянных проводов последние сюда поступают уже в готовом виде вот виде таких катушек тут просто световод и полимерная пленочка на нем но такой световод нельзя использовать в работе почему но давайте это сравним с автомобилем оптоволокно это двигатель двигатель важная часть машины но не сама машина двигатель никуда не сможет поехать у него нет колес в него нельзя сесть потому что отсутствует салон и так далее и так далее если в таком виде оптоволокно закопать под землю или убрать его гофрированную трубу то она оптоволокно быстро и затрется поломается на него будет влиять масса негативных факторов температура влага короче говоря цветовод быстро придет в негодность так что сперва его надо превратить в оптоволоконный кабель 500 миллионов там километров просто нового волокна производится если вы помните у нас экватор это 40 тысяч километров до производится в год 500 миллионов проложено уже несколько миллиардов километров волокна в общем все как как только можно опутано вот этими кабелями то есть есть кабели внутри городские есть вот эти магистральные которые идут между городами между странами и подводные соединяют континенты тут стоит упомянуть что оптическое волокно это не только кабель для передачи данных у него масса других вариантов применения например волоконные лазеры до лазерный луч может рождаться как раз в этой стеклянной нити и забавный факт для передачи данных по оптоволокну для движения светового импульса тоже используют волоконные усилители такое соединение двух родственных технологий оптическое волокно активно используют в медицине в частности в онкологии для получения фотодинамической терапии чтобы видеть где раковые клетки и для облучения опухолей также оптическое волокно используется для производства датчиков изгиба давление звука словом можно только диву даться как этот стеклянный провод расширил наше представление о границах возможного мобильник сотовый смартфон телефон труба мобила как это правильнее называть ну как ни странно какого-то одного точного термина не существует потому что мобильный или сотовый это про возможность этого устройства передавать и принимать данные а смартфон это про его способность обрабатывать эти данные что касается связи то сотовую можно спокойно называть еще мобильной связью потому что она как раз про это про возможность общаться с кем-то без привязки к проводу ходишь и общаешься по улице дома то где угодно в этом смысле все домашние радиотелефоны это тоже мобильная связь рации тоже мобильная связь теперь причем тут соты термин опять же появился потому что кто-то придумал это так назвать таким же успехом сотовая связь могла бы именоваться и честь и связью пузырьковой связи или связью базовых станций главное в сотовой связи это наличие двух компонентов самого телефона и приемно-передающие аппаратуры то что опять же мы часто в обиходе называем вышками сотовой связи правильнее говорить базовыми станциями одно без другого бессмысленно мой телефон не может связаться с другим телефоном без вышки но и вышки нечего передавать если на связи нет телефона рации например работают немного по другому принципу там посредники не нужны рация может связываться с другой рации напрямую теперь отправляемся на крышу где как раз и можно будет увидеть те самые базовые станции вот одна из них теперь главный принцип чем больше станций тем лучше связь никаких помех никаких вот этих ты что-то пропал интернет летает ни единого разрыва это и есть главное достоинство современной сотовой связи в ней ставка сделана не на мощность телефона и даже не на мощность станции она их количество вот они здесь на крыше и на соседней крыше наверняка есть а еще сейчас к ним прибавились наземные вышки такие столбы с антеннами и все эти станции перекрывают друг друга то есть зона их сигнала залезает на зону сигнала от соседней станции и еще они могут обмениваться данными причем не только в рамках одного провайдера а вообще все друг с другом еще сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта ну там 2g 3g lte и это тоже хорошо потому что оптимизирует работу сети и улучшает ее покрытие сотовая связь это можно сказать динамично развивающаяся структура она все время растет за счет добавления новых базовых станций и новых стандартов связи а мы пользователи получаем все более и более устойчивый сигнал и все большие и большие скорости передачи данных даже порой не меняя телефоны годами все это можно ощутить связь лучше интернет быстрее так и теперь почему сотовая связь причем тут соты но здесь можно следующим образом объяснить зону покрытия допустим в рамках одного города делят между собой базовые станции они как же было сказано перекрывают друг друга если изобразить это перекрытие схематично то получится что что-то отдаленно напоминающие пчелиные соты такие шестиугольные ячейки на самом деле просто название запоминающиеся вот и прижилось и я не могу об этом не упомянуть сети 5g вообще конечно в интересное время мы живем наука технологии и при этом колоссальная боязнь этих самых технологий но вот у людей в домах стоят почти в каждом доме два таких прибора микроволновка и роутер раздающий вай фай и то и другое вызывают у людей опасения в смысле микроволновка ее излучение это вредно и вай фай тоже вредно потому что это тоже излучение некоторые прямо говорят что микроволновка это радиация но последний не буду комментировать и скажу так убедительных научных данных что микроволновое излучение и вай фай сигнал это вредно нет зато есть научно подтвержденные данные что алкоголь это вредно то есть безопасная доза петилового спирта для организма человека ноль граммов не пять не десять ноль курение тоже вредно наука это точно знает при этом почти все кто употребляет алкоголь будут продолжать это делать курильщики и не подумают бросать но все с копом будут продолжать бояться микроволновки а теперь еще и 5g говорю же в странное время мы живем когда у нас были сети 2g людей беспокоило влияние трубки на мозг да есть очень большое количество скептиков на эту тему когда мы перешли к сетям третьего поколения мы опять же повысили частотный диапазон людей это тоже беспокоило и салты не было точно такая же картина но если смотреть с технической точки зрения я знаю точно одно мощность как оппонентских станций так и базовых станций она снижается причем снижается значительно мощность она измеряется в децибелах это логарифмической единицей если вы посмотрите на стандарты излучением мощности излучения базовой станции 2g она много больше чем мощность базовой станции 4g абсолютно то же самое касается и абонентских терминалов старый телефон и современный смартфон мощность его излучения в разы ниже о чем надо сказать в конце как бы странно это не звучало но хорошая связь развивается во многих странах быстрее чем например строится хорошие дороги кстати в некоторых державах с хорошими дорогами связь очень плохая с чем это связано в первую очередь с цифровизации общества и перестановкой приоритет мы сейчас очень многое можем делать без необходимости физически куда-то перемещаться или что-то перемещать вот вы смотрите эту программу она вся была смонтирована людьми с которыми я до монтажа во время и после не пересекся ни разу необходимый материал был отправлен им через файлообменник обсуждение монтажа велось в мессенджерах и результаты в виде готового выпуска мне тоже прислали по интернету мы с вами подобные видим и делаем каждый день уже даже не замечая оплата коммунальных платежей банковские операции получение справок и документов выбор товаров и услуг все это мы вполне привычно выполняем удаленно это не значит что дороги скоро станут не нужны и тем более не означает что их не надо дальше строить но современная связь сделала то с чем никогда никакие дороги не справятся она разгрузила трафик и ускорила жизнь без необходимости изобретать но какие-то новые виды суперскоростного транспорта она позволила людям быть сразу во многих местах и при этом оставаться в одном месте например у себя дома это главное достижение современной связи которые действительно как воздух никто его не замечает пока он есть но стоит ему пропасть или испортится как все это сразу же почувствует а а а а а а ну а а у Субтитры подогнал «Симон»